Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают инженерный институт, вот. А так на эконом тоже немножко поснимали. Что именно поснимали? Увидишь, увидишь, там будет просто полет в космос. И это в прямом смысле. Прямо помню, как у Итиса вчера, да? Уйтиса не видел, не видел, что было. У Итиса аватар был. Аватар нет, аватара не будет, будет просто полет в космос. Хорошо. А сколько шуток будет? Шуток где? Ну, в конве. В конве у эконома будет, по-любому, одна шутка. Может быть, будет одна хорошая шутка. Даже так. Да, да, может быть, будут хорошие шутки, но это не точно. А в видосе? В видосе? Или там только космос, там просто звезды вот так вот на тебя будут лететь и все. Ну да, 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 будут звезды пролетать, но на самом деле вся канва это одна большая шутка. Но это не точно, я не знаю, я не знаю канву. Очередное нововведение на фестивале. Впервые наблюдаем рэп-канву. По ощущениям складывается, что на сцене выступают те, кто не смог отобраться на третий сезон Versus Fresh Blood. Давайте проверим. Смотрим отрывок из концерта. А теперь звуковую дорожку накладываем на Versus. Идеально подходит. Ресторатор, возьми на заметку, эти ребята точно не забывают текст выступлений, как Млечный. Один персонаж инженерного института смог подняться на сцену и отложить свой фотоаппарат в сторону. Речь идет о Ромае. Мало кто знал, как он говорит, а теперь уже многие знают, как он читает рэп. А рэп-канвай, это впервые я вот в своей истории вижу, сколько я с ту весну освещаю. Было ли ранее такое вообще, нет? Без понятия, честно. На моем опыте я тоже не видел рэп-канвай. Ну а сама, как тебе идейка? Классная, она по душе. Давай еще чуть-чуть отойдем, чтобы не мешаться, чтобы готовился очередной институт. Так вот, как тебе вообще в целом рэп-канва? Ну отлично, отлично. Это как бы для молодого поколения, конечно, но как-то может что-то новое, ну как бы не то, что новое, а уже устоявшееся новое, так сказать. Ну для своих, то есть сделали как хотели, то есть как нравилось самим. Рэп-канву должны оценить по достоинству, ибо этого еще не видели никогда. Пройдя за кулисы, мы наконец-то смогли найти нашего маленького кудрявого эксперта Вагиза. Что он скажет на этот раз? Ну а сейчас рядом со мной наш постоянный эксперт всех наших программ, которые могут быть. Дневник студенческой весны и дневник дня первокурсника. Вагиз Айпов. Вагиз, тебе большой привет. Привет, привет. Ну что ж, практически середина фестиваля. Что ты можешь сказать о нем? Честно, готовились мы к своей весне. Ставили, делали все, очень старались. И, ну, мало смотрел, мало смотрел. Смотрел только конец ЖС, ну, журналистики. Вот. Это единственное, что я смог посмотреть. К сожалению, к сожалению. Ну, хорошо. То, что ты смотрел, как это ты оцениваешь? Я знаю, что я частенько говорю, что все плохо. Но, ну, нормально, нормально, честно говоря. Я пришел после репетиции, посмотрел, отдохнул, посмотрел там пять номеров последних, и опять пошел репетировать. Честно, я успокоился. Вроде все было легко и просто, знаешь, так. Легко и просто. Не буду говорить, что плохо все, потому что один раз уже про физфакт я сказал, и потом послушно видосики всякие пошли. Нет. Нормально, нормально. Все хорошо. Все нормально. Студвесна Института Управления Экономики и Финансов получилась, как последний концерт Аллы Пугачевой. Основные лица прощались со своим зрителем, но мы точно знаем, что они, как и Алла Борисовна, еще 100% будут выходить на сцену. Друзья, пусть мы в скором времени уже не будем студентами, но мы всегда будем гордо носить звание выпускников Института Управления Экономики и Финансов Казанского Федерального Университета! Четвертый день поднимает планку все выше и выше. На сцене начали больше читать рэп, показывать театр теней, световое шоу и, само собой, музыкальные клипы. Но без классических танцев и песен никуда. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, на этом все. Четвертый день фестиваля подошел к концу. Большое спасибо команда, большое спасибо институтам за столь интересные концерты и за столь интересные проходки во время их концертов. Особенно хочется отметить инженерный институт за рэп-кону. Такое я лично вижу впервые в истории всей нашей программы. Сегодня у нас действительно все были лучшие. Лучший режиссер, лучший оператор. Ну и я на правах уже самого лучшего ведущего Казанского Федерального Университета. Да-да, дайте поднять свою самооценку. Прощаюсь с вами. Меня зовут Роман Полинсков. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылку вы сейчас видите на экране. А также все наши выпуски, наши программы, все дневники студвесны вы можете посмотреть на нашем телеканале Универ ТВ. Большое спасибо. Еще увидимся. Пока-пока.